Была бы наша жизнь такой прекрасной без звуков? К сожалению, статистика показывает, что после 60 лет каждый третий человек страдает нарушением слуха. Существует два типа снижения слуха – обратимое и необратимое. Если первое легко корректируется медикаментозно либо хирургически, то второе требует особенного подхода. К сожалению, накапливаемый генетический груз приводит к тому, что даже у здоровых родителей появляются дети с врожденной тугоухостью. Если, может быть, в роду было снижение слуха у кого-то, слабослышащие родственники, и мы планируем создать семью, очень важно получить консультацию генетика для того, чтобы предотвратить, скажем так, ну, либо уже знать, к чему готовиться. Далее на втором месте по врожденной тугоухости стоит внутриутробная инфекция. Это может быть заболевание, которое мама перенесла, когда ребенок еще в животике. Это могут быть и банальные ангины какие-то, либо гриппозные, парагриппозные инфекции. После рождения малыша мамам следует быть очень внимательными. Секреторный отит – коварное заболевание. Он протекает практически безболезненно и приводит к стойкому снижению слуха. Очень важно, когда ребеночек родился, следить за тем, насколько он хорошо дышит носиком, потому что чаще всего инфекции полости носа являются источником проникновения в среднее ухо. В группе риска находятся люди, работающие на предприятиях с уровнем шума выше 85 дБ. Пренебрегать берушами им ни в коем случае не стоит. Кроме того, ухудшению слуха способствуют вредные привычки, повышенный индекс массы тела и некорректируемая артериальная гипертензия. Большинство из нас – жители мегаполиса. Шумовую нагрузку города мы нередко отягощаем использованием наушников. Особенно вредны маленькие вкладные. Когда человек пользуется такими наушниками, он не может объективно оценить уровень громкости подаваемого сигнала. Ему кажется, что вот я хочу еще громче, еще громче. И при этом порой уровень звукового давления достигает 90 и даже 100 дБ. Вот чтобы вы понимали, это громче, чем звук проходящего вагона метро. Если использование наушников не избежать, отдайте предпочтение так называемым мониторинговым, закрытого типа. В современной медицине существует так называемое правило 60 на 60. Нужно слушать музыку, которая не превышает 60% от максимального выходного уровня устройства музыкального. И не больше, чем 60 минут за один раз, за один, так сказать, подход. Нужно давать органу слуха немного восстановиться. Если человек уже имеет хоть какое-то снижение слуха, пускай даже самое небольшое, от использования наушников необходимо категорически воздержаться абсолютно и бесповоротно, потому что один раз возникнув, потеря слуха уже никогда не восстановится. Бытует мнение, что задуматься об использовании слухового аппарата следует лишь тогда, когда человек совершенно ничего не слышит. Медики утверждают, что это слишком поздно. Обращаться к специалисту необходимо сразу же после возникновения небольших затруднений. У всех в памяти свежого вспоминания про какие-то большие слуховые аппараты, которые больше напоминали бананы, они очень уродовали, они свистели, шумели, привлекали излишнее внимание. Посмотрите, какой маленький слуховой аппаратик, насколько он миниатюрный. Внутри целая система, это компьютер, который выделит необходимые частоты, погасит ненужные шумы. Сберечь слух поможет внимательное отношение к себе и здоровый образ жизни. Не забывайте и о правильной гигиене уха. Распространено убеждение, что ухо нужно чистить ватной палочкой. Иногда даже они называются ушными палочками. Но дело в том, что наружный слуховой проход совершенно не сквозное отверстие. И зачастую, когда человек пытается почистить ухо, на деле он серу утрамбовывает достаточно глубоко в ухо. Всё, что нужно делать для уха, это просто мыть его водой и вытирать полотенцем и пальцем. Если среди ваших родственников есть человек, который вслушивается, теряется, отвечает не в попад, кивает, но не разбирает слов, отведите его к специалисту. Современная медицина доказывает, старческие изменения мышления и памяти прогрессируют гораздо быстрее при наличии и снижении слуха. Мне бывает иногда до слёз обидно, когда приходит человек, а я уже не могу помочь, потому что потеря слуха настолько тяжёлая, что уже, к сожалению, и аппаратами она не может скорректироваться. Я думаю, что это было бы хорошим тоном, чтобы у нас, как в Европе, как в Соединённых Штатах Америки, люди старше 45 лет приходили бы один раз в год для того, чтобы определить слуховой паспорт. Просто уровень слуха. Это обследование, которое не занимает больше 15-20 минут, но просто дарит вам уверенность в том, что вы будете дальше наслаждаться общением, комфортно, с близкими и коллегами по работе. Берегите себя и будьте здоровы! Вероника Росинская и Алексей Колупанко. Утро. Студия. Хорошего настроения.